Найполнейшая пачага, друзья мои, просто фантастичная, межгалактическая и летняя, да? Удивительный, красивый, фантастичный просто день сегодня. Вот, поворачивать камеру... Видите, красная дорожка, все как положено. Вот, поворачивать камеру на себя не буду, я думаю, вы прекрасно знаете, как я выгляжу. У меня просто сломалась эта штука в прошлый раз. Я вам показывал, вот, пока я еще не взял, чтобы удобно было камеру держать, а орать не хочется, когда держишь телефон. Вот, но я выгляжу точно так же, да? Такой же красивый, молодой, дерзкий, стильный и перспективный. Вот, слово перспективный какое-то чуть-чуть странное, ну ладно, пускай будет перспективный. В общем, обстановочка у нас такая же на райончике. Здесь, видите, играет легкая музыка в нашем перроне называется. Это место перроне, типа перрончик, да? Перрон, перрон, вот. Я же вышел, как говорится, на район, и сейчас я буду двигаться в сторону площади свободы. Но не пугайтесь, хейтеры мои, не пугайте, все хорошо. Специально, по крайней мере, я вас троллить, хейтить не буду. То есть не буду вам показывать, как выглядит свобода на загнивающем западе. По крайней мере, не буду делать это специально, да? Если это, ну так, по ходу пьесы произойдет, ну простите, то не обессудьте, да? Вот, но специально делать этого не буду. То есть еду я туда не для этого, у меня там будет небольшая встреча. Кстати, в нашем Пачанго офисе, только в старом, ну старые добрые времена, кто видео смотрел, тот вспомнит этот Пачанго офис, если вы будете смотреть это видео. Вот, о чем сегодняшнее видео, я не знаю. Я просто буду, как и прошлое, в принципе, видео показывать, то есть я вышел, и вот сейчас все, что будет происходить, как, в общем-то, и все годы я вам показываю, да? Я помню, раньше были комментарии, вот, что вижу, то показываю, да? Человек не знает, куда попал, зачем попал, где находится. Да-да, было такое, потому что слишком часто, когда менялась обстановка, города, страны, ситуации, ты уже сам не понимал, что происходит. Ну, в данный момент именно такой ситуации нету, но показывать буду в том же формате. Кстати, обратите внимание, сегодня никакой Колымаги здесь нету, хотя вон там дальше какая-то Колымага стоит, стоит вон там дальше. Наверное, это Готланд, которая, не знаю, посмотрим. А здесь нету, видите, сегодня никакой Колымаги, но я думаю, попозже еще подплывет, потому что здесь постоянно, ну вы уже видели, да, курсируют вот эти паромчики со всего мира, в том числе и, если я не ошибаюсь, опять-таки, с Канарских тех же островов, и, возможно, даже это те же самые паромы, я не буду точно утверждать, ну, в предыдущем видео, опять-таки, смотрите, кому это интересно. Так, а мы сейчас дождемся нашу Колымагу, которая идет в сторону центра. Эти кадры я делаю для передачи вам атмосферы сегодняшнего дня, видите, молодые слушают музыку, обратите внимание, жара какая сегодня стоит, с этой стороны у нас подплывают разные Колымаги, я свою пока ожидаю. Вот здесь же снимается клип, для клипа задействовано вот такой автомобиль и также вот такой мотоцикл. Не знаю, что за клип, о чем будет песня, возможно, даже это будет гимн Пачанга. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Подплыла наша Колымага, друзья мои. Опа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 последних разоблачений, которые произошли, да, ну, кто видел последнее видео, тот понимает, о чем я сейчас говорю, кто не видел, желаю, желательно, точнее, вам его посмотреть, чтобы более погрузиться в атмосферу данного настроения моего, вот, я думаю, что бы вам рассказать, что бы вам показать, и я вспомнил, что прошлый ролик, вот, как бы продолжение, если делать, да, вспомнил, что прошлый ролик у меня закончился на том моменте, как я поедал, так, сейчас я от ветра как-то буду оберегать аппарат свой, чтобы было, куда мы едем, а, все нормально, там разворачиваемся, вот, в общем, прошлый ролик у меня закончился, когда я поедал бургер, переходим на эту сторону, мы же в эту сторону едем, вот, и, ну, вы помните, да, сакральный бургер, Один, который назывался в честь скандинавского бога Одина, и вроде бы все хорошо, спокойно я так присел, тем более с такими, знаете, ну, скажем так, а-ля тревожными мыслями после разоблачения, да, думаю, как же мне дальше жить, потом я пришел к выводу, что, да, какая разница, как мне дальше жить, главное, что я свободен, да, вот, и в какой-то мере все-таки я счастлив, просто нельзя быть перманентно счастливым, чтобы понимать, что ты счастлив, нужно испытывать и несчастье, иначе счастье не имеет смысла, вот, кто помнит, когда-то я выкладывал кусочки из своей книги, и там был такой момент, когда они находятся в абсолютном раю, и спрашивает, ну, там у меня герои, она спрашивает, а зачем, говорит, при входе в этот рай выдают дробовики, говорит, да, зачем выдают смысл этого всего, если мы в рай попадаем, а он мне объясняет, ты знаешь, говорит, в абсолютном раю, вот, настолько все абсолютно райски, что, что со временем начинаешь сомневаться, а рай ли это, да, то есть, если ты не знаешь другую сторону рая, то есть, если ты не знаком с адом, то и рай для тебя может стать адом, и поэтому, говорит, если в такой ситуации обязательно, а не обязательно закрадется такая мысль, что, может быть, это и не рай, может быть, это ад, и вот, когда вот эта мысль, говорит, закрадывается, вот именно тогда и нужен этот дробовик, который ты вытаскиваешь и просто, просто так гау-гау-гау-гау расстреливаешь, говорит, все эти мысли, пока они тебя не закинули в очередной ад, да, то есть, это о чем говорит, это говорит об осознанности твоего бытия, это говорит об осознанности твоего нахождения в этом раю, иначе, если ты это не осознаешь, если ты не видел ад, если ты не понимаешь, как выглядит ад, то о каком понимании рая речь вообще может быть. Ну, это я отвлекся, друзья мои, в общем, сидел я с разными, как говорится, размышлениями своими, как обычно, и приступил я есть бургер, вот я о чем сейчас хочу рассказать. Вообще, на самом-то деле, если вы захотите, я более подробно расскажу эту историю, но сейчас так коротко хочу поведать об этом всем. Значит, приступил я есть бургер, и вначале все было нормально, все хорошо. С одной стороны, я, конечно, понимаю прекрасно, что это сакральный бургер, да, то есть, все-таки он называется Один, в честь скандинавского бога. Вот, с другой стороны, я даже понимаю, что это является произведением искусства, ну, если связывать его с моей творческой деятельностью, скажем так, да, то есть, вы это тоже все видели, я вам это все показывал, но я не ожидал того, что со мной произойдет на тот момент, при всем этом, да, при всей сакральности, при всех вот этих историях, не ожидал того, что произойдет со мной буквально через, там, не знаю, пару минут, а произошел со мной, как сейчас выразились бы какие-нибудь распространители каких-нибудь, скажем так, грибочков, да, произошел со мной жесточайший просто трип, вот, или как если бы выразились какие-нибудь другая категория людей, то это произошло, так сказать, божественное откровение ко мне явилось через этот бургер, и вот об этом божественном откровении я вам сейчас хочу рассказать, что поведал мне сам Один, да, вот, началось все плавненько, так, сначала я так попробовал, и, в общем, так чувствую, чувствую, что как-то потихоньку меняется вот сознание, меняется реальность, и меня уносят, вот, помните, там была, я вам до этого показывал, сага там была скандинавская, вот что-то в какую-то сагу меня затягивает, я сначала не сразу это все осознал, но потом понял, что это все-таки воздействие именно бургера, да, именно сакрального бургера, и состоялся у меня диалог с Одином, и Один мне говорит, вождь говорит, тебе пора уже приступить к осуществлению окончательной точки твоего перформанса, твоего произведения искусства, смотрите, какая красота, мы сейчас подплываем на соседний остров, но я не буду вам про него рассказывать, уже 500 раз рассказывал, да, это остров, где дети счастливы, если вы спросите у местного ребенка, а есть ли счастье на этой планете, а есть ли в мире жизни счастье, да, они скажут, конечно, есть, оно находится вот на этом острове, на острове зверином, или если говорить по-другому, королевские звериные угодья называется, в общем, смотрите предыдущее видео, кому это интересно, сейчас я на этом акцентироваться не буду продолжить свою историю, и Один мне говорит, говорит, вождь говорит, тебе нужна земля, тебе нужна территория, у тебя, говорит, просто шедевральный перформанс, шедевральное, говорит, произведение искусства твое, да, к сожалению, многие, говорит, его не понимают, и оно со временем приобрело другие, как бы, черты из-за политической обстановки, которая в последнее время происходит, да, но несмотря на все это, ты-то не должен на это размениваться, ты-то должен делать свою тему, да, ты-то должен сохранять свой стержень, в общем, вот так вот Один через этот бургер, скажем так, дал мне такую мощную в каком-то плане поддержку, не то, чтобы у меня этот мой стержень, скажем так, ломался, нет, ни в коем случае, но все равно приятно же, когда твое искусство кто-то признает, скажем так, художнику, это очень приятно, это то же самое, как когда у меня приобрели недавно картину, помните, я вам рассказывал, кстати, почему я до сих пор не выкладываю видео про эту картину, там есть причина, я вам про нее расскажу потом, да, когда буду это видео выкладывать. на самом деле причина очень простая, суть в том, что короче, здесь лето, все на расслабоне, и там есть вторая часть, да, то есть первая часть какая была, картина продана, деньги получены, а деньги же надо передать куда, помните куда, кому мы помогаем, да, в данный момент именно, именно эта часть искусства, да, посвященная Пачангас, Пачангас, вот, бургерам, то есть на борьбу голодом это все идет, но так как все здесь на расслабоне, на такой просто невероятнейшей Пачанге, то чуть-чуть это дело затягивается именно с отправкой, поэтому это видео затягивается, но сейчас суть не в этом, давайте я продолжу свою историю насчет моего божественного откровения, или говоря проще, трипа, бургерного, так называемого, трипа, да, более того, я после этого бургерного трипа настолько опешил, что даже решил обратиться этому буркологу, я, конечно, вы не все знаете, кто только бурколог, бурколог, это чтобы было примерно понятно, есть миколог, миколог это который занимается грибами, а бурколог это который занимается бургерами, вот, так, смотрите, что происходит, смотрите, 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 опа, смотрите, не, ну там, конечно, укачивает, посмотрите, что творят они, а, ну, у них даже, у них эмоции даже прорываются, они не могут понять, как им реагировать на этот, так, ну все, вроде остановились, все, мы едем дальше, на следующую станцию, короче, обратился я даже к буркологу по этому поводу, бурколог говорит, вот, говорит, все нормально, все хорошо, это, говорит, обычный опыт у тебя произошел, да, просто люди об этом не знают, вот, естественно, бурколог занимается только специфическими бургерами, да, это именно бургеры, сокраины, которые открывают сознание через искусство, это не просто так вам бургеры жрать какой-нибудь в Макдональдсе или еще где-нибудь, да, то есть вот это потреблением заниматься, хотя, ну, в общем, не буду рассказывать свое искусство, кому интересно, смотрите старые ролики, понятное дело, что сам бургер в моем произведении искусства, это как бы именно символ потребления имеется в виду, вот, в то время, когда одновременно на этой земле умирают люди от голода, которым нечего есть, ну, все, ладно, это мы сейчас оставим, не буду вас мучить продолжением своих историй про искусство, продолжу историю, связанную с Одином, и Один мне говорит, вождь говорит, ты должен уже идти на следующий шаг, ты должен территорией заняться, да, для своего государства, потому что граждане твои Пачанга империи заждались, а я говорю, ты знаешь, Один, говорю, во-первых, я не знаю, как решить этот вопрос, да, он говорит, ну, как решить, действуй как викинги, просто возьми вперед, 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 говорит, и захватывай какую-нибудь землю, вот, на это я, естественно, Один ответил, что мне, говорю, Пачанга философия не позволяет захватывать чужую землю, да, он говорит, это метафора, неужели ты не понимаешь, что современные викинги, ты же здесь сколько уже находишься, неужели ты не видишь, насколько современные викинги приближены к твоей философии, неужели ты не видишь, насколько они прониклись в твоей философии и живут практически на полнейшей Пачанге, я говорю, кстати, да, в этом плане ты абсолютно прав, Один, так оно и есть, вот, поэтому, говорит, это я выражаюсь метафорой одним словом, да, но земля обязательно нужна для твоих граждан, вот, на это я вам и говорю, ты знаешь, Один, говорю, по правде говоря, в последнее время у меня и граждан, уже, говорю, можно по пальцам пересчитать, раньше, да, говорю, было много, но сейчас, говорю, в связи с последней политической, скажем так, обстановкой в мире, назовем это так, да, граждане мои, говорю, настолько быстро переобулись, что я сам в шоке, поддерживают зло, я даже не понимаю, как они умудряются такие отмазки, говорю, придумывать, чтобы это зло оправдать, чтобы свое рабство оправдать, да, чтобы вот эту свою сущность рабскую, да, чтобы вот этих своих, вот этих своих идолов, да, там, что маленьких, что больших, что мелких, что побольше царьков своих, да, перед ними преклоняются в разных видах, вот, я просто не понимаю, говорю, как такое могло произойти, несмотря на то, что я столько лет им рассказываю про свободу, про жизнь, про пачангу, перформансы, говорю, с этими телевизорами, это же не просто так, ни для красоты, ни от того, что мне нечем заняться, да, это за этим же стоит, говорю, великая философия, но, несмотря на все это, говорю, Один, просто вот переобулись, поэтому даже и граждан-то практически, ну, уже по пальцу можно пересчитать, да, они есть достойные, которые тему до сих пор держат, понимают, не ломаются, несмотря на все то, что происходит, но факт остается фактом, их уже очень мало, поэтому я вообще не вижу в этом смысла, вот, а Один мне на это отвечает, ты знаешь, говорит, ты зря думаешь, что это были твоими гражданами, потому что те, которые твоими гражданами были, они, говорит, и остались твоими гражданами, а эти, говорит, которые ты называешь переобувшимися, да, на самом деле они не переобулись, они, как раньше были скотом, так и остались, говорит, скотом, да, а я говорю, ну, Один, как это так получается, ну, сейчас, ладно, сейчас я могу согласиться с тем, что они скот, да, но раньше они же были по-другому, они же как-то подплываем, вы видите, вот, ну, раньше, говорю, они же такими не были, они же не придумывали настолько извращенной отмазки, чтобы оправдать вот этот зло, вот этот геноцид, вот это насилие, которое сейчас происходит, а он говорит, смотри, вождь, я тебе сейчас, говорит, приведу один пример, и ты сам просто для себя подумаешь, это я вот сижу, как вы понимаете, да, это все происходит у меня, где я этот бургер поглощаю, то есть это меня вот так вот все больше и больше и больше накрывает, скажем так, как сказали бы, ну, кто как скажет, в общем, да, кто-то скажет, это жесточайший трип, кто-то скажет, это божественное откровение от самого скандинавского бога Одина, вот, и он мне приводит такой пример, ты помнишь, говорит, когда ты выехал, у тебя были хейтеры, я говорю, ну, конечно, были, они всегда, говорю, были, и сейчас есть, и тогда есть, говорю, я по большому счету на них внимания не обращаю, наоборот, благодаря им, говорю, как-то, ну, в общем, троллю их, прикалываюсь над ними, хотя иногда мне их и жалко бывает, он говорит, да, да, это, говорит, все понятно, но ты, говорит, помнишь, именно какой хейт был в твою сторону тогда? Я говорю, ну, я сейчас не смогу прям конкретно какой-то вспомнить, но, говорю, много было разного хейта, ну, тогда, говорит, вспомни, говорит, такой момент, что в то время огромное количество хейта, говорит, в твою сторону было направлено именно по, скажем так, национальному признаку, вот, и помнишь, сколько раз ты был черным? И тут я вспомнил, я говорю, ты знаешь, Один, да, это ты фактиш, говорю, да, ты чисто по фактам сейчас раскладываешь, это так и есть, постоянно, да, вот эти все оскорбления черные, и там дальше, там, много-много разных, там, чурки, чернильники, я сейчас не помню все эти слова, ну, в общем, много чего было, я еще, говорю, обратно им отвечал, типа, покажись, тот, кто мне там оскорблял, вот, покажитесь, говорю, покажитесь, да, давайте посмотрим, кто из нас, Биле, еще троллил, я говорю, в то время, так вот, а теперь, говорит, ответ мне на один вопрос, так, мы подъехали, это уже, видите, моя станция, Нью-Бро-План, буду выходить, и сейчас продолжим свою историю, вот, такая погода сегодня просто классная, просто невероятная какая-то погода, так, осторожно, осторожно, укачивает, 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 сказочный просто день, притом погода, знаете, она теплая сегодня, но одновременно, вот, тучи, да, то солнце прям печет, так, реально печет, аж укрыться хочется, потом солнце пропадает, и тучи появляются, потом ветерок легкий, ну, в общем, обычная скандинавская погода, так, выходим, 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 вот, называется Нью-Бро-План, это станция, ну, я вам ее показывал, остановка моя, да, вот, это наш альмаматор, как говорится, Королевский театр, так, здесь у нас полиция, нам нужно вот здесь вот сделать переход на ту сторону, и сейчас буквально, ну, сколько там идти, минут 7, наверное, да, до площади, ааа, смотрите, что происходит, смотрите, что происходит, вот, все, а я думаю, что здесь полиция, ну, понятно, полиция-то нормально, ну, на самом деле, так, смотрите сюда, возможно, даже сейчас будет выезжать королевская семья, возможно, даже, надо будет поприветствовать короля, потому что, вы знаете, король мой друг, вот, и я вам как-то рассказывал наши, так скажем, дружеские, побратимские отношения, да, но в данный момент я его не вижу здесь, наверное, короля все-таки нет, короче, просто пехота выехала на район, назовем это так, не знаю, как по-другому, называть то, что здесь сейчас происходит, но короля я не вижу, вот, вижу вон полицию впереди, и вижу вот этих, королевскую гвардию, да, как она правильно называется, не знаю, так, ладно, мы переходим, идем дальше, нам сейчас вон ту сторону, единственное, я сейчас специально пойду не по той стороне, потому что там вот это место, оно гравием насыпано, я не хочу идти по гравию своей пачангоходой, скажем так, не то, чтобы они пачкаются, они не пачкаются, ну, такая легкая-легкая, знаете, пыль на них, ложится, да, вот, а я не хочу, чтобы на них ложилось даже вот эта легкая-легкая пыль, они у меня чистые, вот, и я хочу, чтобы они такими же чистыми у меня были, поэтому я сейчас пойду чуть-чуть как бы в обход, и напрямую выйду, ну, почти напрямую выйду на площадь свободы, так, вот здесь вот видите памятник Джон Эриксон, смотрите сюда, Джон Эриксон, Джон Эриксон, но то, что памятники здесь много, где написано Эриксон, это как бы нормально, это нормально, да, это типично тут, потому что Эриксон фамилия, ну, сами понимаете, Эриксон, да, вот, это я к чему говорю, здесь очень много памятников, ты к ним подходишь, и везде Эриксон, 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 и какой из них кто Эриксон, и что он сделал, почему ему памятник стоит, это может быть кто угодно, это может быть какой-нибудь, ну, образно говоря, король или там, не знаю, генерал, а потом это может быть какой-то изобретатель или писатель, в общем, Эриксон, и, так, смотрите, современное искусство вам показывают, пожалуйста, вот так вот выглядит современное искусство, типа, типа львы, да, вот, что вы видите здесь, пантеры, да, или, или что, вот, каких зверей вы здесь узнаете, напишите, вот, как бы там ни было, это современное искусство, вон там, скорее всего, объяснение, но я сейчас не буду париться, или вон там объяснение, вот, не буду сейчас париться, долгая история будет, вот, я сейчас иду на площадь свободы, если точнее говорить в Пачангов офис наш бывший, там у меня встречи, вот, и давайте продолжим свою историю с Одином, пойдем через, как нам пойти, давайте вот так вот пойдем, и, значит, Один мне говорит, ты помнишь эти времена? Я говорю, ну, помню, конечно, помню, говорю, на чистейшей Пачанге, говорю, двигался просто, ну, безумная, говорю, была Пачанга, абсолютно безумная, говорю, сам не понимал, вот, и попадал, в общем, во всякое, говорю, да, ну, в любом случае, свобода была полная, вот, и он говорит, ты помнишь вот этих своих хейтеров, которые тебя тогда хейтили, и вот вспомни, говорю, что этот хейт в основном был направлен именно на вот это, то, что ты черный, я говорю, ну, так оно и есть на самом-то деле, да, говорю, вспомнил, так оно и есть, а теперь обрати, говорит, внимание, теперь, говорит, обрати внимание, когда последний раз тебя так хейтили, именно в этом направлении? Я говорю, ты знаешь, Один, на самом-то деле, минимум, минимум два года, да, минимум с тех пор, как начались вот эти события, которые все резко переобулись, я не говорю о тех, которые до этого не то чтобы переобулись, а были такими, но сидели, а именно вот конкретное, да, переобувание, вот минимум, говорю, с того времени ни одного, ни одного комментария, говорю, нету, он говорит, а как ты думаешь, почему это так? Я говорю, ну, как, конечно, мне хотелось что-то светлое верить, да, смотрите сюда, это, видите, Ocean Bus стоит, и вот здесь вот памятник тоже стоит, показываю вам, чуть-чуть я все-таки решил сделать такой обход, чтобы вам показать вот это место, потому что я мог оттуда пройти, но я решил, ну, вы же подписчики мои все-таки, я же показываю вам, максимально стараюсь интереснее показывать, вот, и как ты думаешь, почему, почему они пропали с твоего канала, куда они делись, а я говорю, ну, мне же хочется верить, что-то светлое же, да, а я говорю, ну, может быть, они поняли суть патчанки, говорю, все-таки я же не один год им отвечаю, а он говорит, нет, говорит, вождь, я же тебе сказал, говорит, что это Скотт, ты пойми, говорит, вот тогда они хейтили, потому что тогда программа была такая, то есть чем, говорит, Скотт отличается? Скотт, это, он не понимает, о чем он говорит, у него нету своих мыслей, у него нету своего понимания, они тебе это пишут не потому, что они тебя видят, понимают, знают и еще что-то, нет, нет, это Скотт говорит, Скотт ему вот сказали, сейчас программа такая, все, и вот они по этой программе пишут, да, сами того не осознавая, в этом есть Скотт, то есть куда его направили, говорит, то да, он и идет, а сейчас повестка поменялась, говорит, не один, понимаешь, сейчас уже это не нужно, сейчас другая история, вот, сейчас изображают другое, ну скоро, скоро это опять поменяется все, и самое интересное, чем, говорит, Скотт отличается, когда вновь все поменяется, все те, которые переобулись и все те, которые сейчас оправдывают вот это все зло, да, вот эти антипочангеры твои, они, говорит, точно так же переобуются и точно так же, говорит, будут в естественной форме, да, то есть органически они это сделают, их это абсолютно ничем не удивит, они просто точно так же, естественно, в форме, будут говорить абсолютно противоположное, а почему? Потому что это Скотт, они не понимают даже это, да, и если ты им скажешь, а как же так, вы же там вот, даже буквально совсем другая история была, они даже не до конца поймут, о чем ты говоришь, они начнут тысячами, тысячами, тысячами находить оправдание своему рабству, своему Скоттству, потому что они даже не понимают, нету своих мыслей, он говорит, понимаешь ты, вождь, я говорю, прекрасно понимаю, прекрасно, а я говорю, понимаю, да, вот, поэтому, ты, говорит, на них внимания не обращай, пускай у тебя лучше будет очень малое количество, но тех, кто тебя понимает, тот, кто понимает, в чем суть этого всего, да, в чем суть почанги, и вот именно для них и для вашего общества и ищи землю, то есть ищи почанга остров, на котором вы будете счастливо проживать, а Скотт оставь, не трать на него свое время, они будут все равно бесконечно тебя хейтить, другой вопрос, они будут тебя хейтить так, как им говорят, чтобы тебя хейтили, да, потому что у них есть свои жрецы, и они через те самые белые экраны, которые ты помнишь, закрашивал, вот через самые вот эти экраны, ну, это так, образно, вот, они получают информацию, которую им надо выдавать, и они ее на тебя выдают, а не потому, что они поняли со временем, что ты такой-сякой, нет, ты со временем будешь опять черным, потом ты будешь красным, просто у них сейчас хейт национальный, он направлен в другую сторону, ты сейчас им не нужен, но, как уже сказал, точно так же они быстро переобуются, когда им скажут переобуться, в общем, вот такой вот состоялся у меня диалог, скажем так, да, приход с Одином, я на площади свободы, я даже не троллю моих хейтеров, на самом деле, мне сейчас нужно вот сюда, где у нас был наш Пачанга офис когда-то, кто помнит, пишите. Еду раздают, я сначала не понял вообще, что раздают, мне интересно было, я подошел, и там раздают еду, потом я подумал, что это, наверное, раздают, ну, как бы, нуждающимся, да, хотя сначала я подумал, что это рекламная акция, в конечном итоге я так и не понял, это рекламная акция, а вот для моих, ну уж простите, мои хейтеры, простите, вот, как выглядит свобода слова на загнивающем Западе, пожалуйста, смотрите, вон, видите, идет какая-то очередная демонстрация, не знаю, против кого или за кого или против чего или за что, но факт в том, что любой желающий человек в свободной стране, где есть свобода слова, может свое слово, свободно сказать, что я вам сейчас и показываю, вот, а насчет вот этих, он, видите, все красиво, смотрите, вон там полиция, то есть, допустим, вот они хотят провести свою демонстрацию, никаких проблем нету, самое главное не беспределить, с ума не сходить, ерундой, как говорится, не заниматься, но то, что хотят высказать, имеют полное право. Так, заходим, друзья мои, видят, как говорится, Бог Один, не хотел я троллить моих хейтеров в этот раз, хотя, что делать, если жизнь такая, да, они же мне пишут, не успокаиваются, ну, пускай пишут, благодаря им разные перформансы мы будем новые придумывать. Вот, мы находимся в Патчангал офисе, точнее, он у нас наверху, кто помнит. Все, я закончил Патчангал офисе, здесь у меня, в принципе, была пятиминутная максимум встреча прошла, и я возвращаюсь обратно, вот наш, помните, старый наш Патчангал офис, да, сейчас я уже здесь не заседаю, над пропастью Воржи, как говорится, над вот этой вот площадью, на которой происходят эти демонстрации. Вот, и мне еще что нравится, вот вы видели, только что, как я вам показывал, вообще другую тему показывал, да, но по ходу пьесы, как обычно, застал момент свободы слова на загнивающем западе, и тоже вам это показал, к чему я это говорю, к тому, что у меня есть некоторые, так сказать, хитровыделанные хейтеры, которые, оправдывая свою рабскую сущность, которые, оправдывая геноцид, который сейчас происходит, пишут такие комментарии, типа, а где ты был вот тогда-то, вот тогда-то, да, хотя я 4 миллиарда раз уже, я не знаю, говорил, что где я был, где я был, путешествовал, как и сейчас, жил своей прекрасной, счастливой жизнью, где я был, вот, то есть я не занимаюсь политикой, и у меня нету расписания, я не знаю, проходящих митингов, грубо говоря, или акций, или политических каких-то протестов сегодня, завтра или послезавтра, да, нету просто такого. Кстати, неплохое приложение бы, между прочим, могло из этого получиться, представляете, такое приложение, когда ты заходишь в него, и там показаны, допустим, какие протесты, митинги, там, не знаю, демонстрации, допустим, сбиваешь там город, грубо говоря, Стокгольм, и вот сегодня ты видишь, допустим, сегодня пройдет 40 демонстраций, да, против тех-то пятых, десятых, сороковых и так далее, и ты думаешь, так, куда мне сегодня пойти, но это для таких реально вот активистов, я не знаю, сколько бы их собралось в этом приложении, но мне кажется, его хорошо можно распространить среди самих этих демонстрантов, вот на одну такую демонстрацию какую-нибудь вышел, где там, не знаю, тысячи-тысячи человек участвуют здесь, такие проходят, я вам показывал, вот, и все, и среди них распространил, и сразу можно иметь фолловеров так называемых, вот, так вот, нет у меня таких приложений, нет у меня календаря, не изучаю я ни в газетах, ни по телевизору, как вы, да, у которых уже мозг разъелся, вот эти все моменты, все происходит очень просто, я живу своей еще раз прекрасной, счастливой по Чанго жизнью, но на пути я встречаю моменты, вот, как сейчас только что, вот, если бы я подошел бы к ним, да, или это происходило бы рядом со мной, вот, пожалуйста, вот, смотрите, вот они уже сюда, походу, спустились, вот я сейчас, допустим, подойду и спрошу у них, ребятки, что происходит, да, что творится, за что вы топите или против чего вы топите, и, допустим, они мне скажут, там, мы, вот, защищаем какие-то права, да, мы, там, против угнетения таких-то людей, да, или еще что-то, я для себя понимаю, так, имеет это для меня какое-то значение, допустим, есть темы, которые, ну, я в них не то чтобы не верю, но мне кажется, это, ну, скажем так, бизнес, да, хотя вообще, понятное дело, что все конфликты, это бизнес, любая война, это чей-то бизнес, да, другой вопрос, что простые люди имеют право, как уже говорил, делать свой выбор против чего-то и говорить об этом, в первую очередь, естественно, против нарушения прав, против геноцида любого народа. Но есть темы, которые, как мне кажется, опять-таки, я могу ошибаться, такие, знаете, как вот экология, климат и так далее и тому подобное, вот они, этот Супчарский, надо будет все-таки, наверное, мне взять тоже этого Супчарского, попробовать его, что они там предлагают, хотя нет, я сытый, на самом деле, я реально сытый, я даже пробовать не хочу, даже для обзора, простите, не хочу его пробовать. В общем, суть в чем, вот таких демонстрациях, понятно, ну, какой смысл мне там стоять, их поддерживать, ну, если я вижу, что это идет акция против ущемления каких-то прав людей, людей любых, любых на этой планете, да, ну, людей, а еще, тем более, если это про геноцид мы имеем в виду, да, то есть уничтожение людей, народов, вот, этносов каких-то. Понятное дело, что я это поддерживаю, потому что, как уже говорил не раз, один такой я, это всего лишь один такой я, да, а когда два, три, четыре, пять, сто, из этого и рождается эта демонстрация, из этого и рождается этот протест. Только тогда и обращают на это внимание. Вот так вот это происходит. А люди, которые мне это пишут, пытаются оправдать свою рабскую сущность, типа, а где ты был вот тогда-то, тогда-то? Да неважно, где я был, даже если я нигде не был, в пустоте я был, не было меня нигде, вот. Ой, ну, в общем, такие дела, друзья мои. Так, ладно, пойдем дальше. Вот такой, видите, напиток пью. Бесплатно раздают, это как, типа, рекламная акция здесь. Я бы его сам бы не взял, я просто другие беру напитки. Но, а я начал читать, что здесь, и посмотрите сюда, 13, 13 каких-то здесь витаминов. Вот, смотрите, видите, 13 каких-то витаминов. Вот, витамин А, Е, С, Д3, Б2, Б3, Б6. В общем, в жизни я такого не видел, я не знаю, что это такое. Вот так он выглядит. Нормально, тем более сейчас жара, и он так нормально заходит. Но, опять-таки, вы знаете, как бывает? Бывает, когда вкусно, да, но не твое. Вот здесь то же самое. Как бы все нормально, но чуть-чуть вот у меня другое, так скажем, предпочтение по вкусам. Но как бы там ни было, смотрите, еще из Швеции это сделано. Вот так вот, видите, то есть не просто так все. Еще нету сахара здесь, пожалуйста, нету вот этого какого-то кофеина нету. Ага, кофеина даже нету. Ну что ж, придется тогда после него еще кофе пить. В общем, вот такой напиток. Это не реклама, как вы понимаете, да, мне за это не заплатили. Хотя стоило бы заплатить, стоило бы, стоило бы. Вот, в общем, как бы там ни было, наслаждаюсь вот этим чудесным, прекрасным напитком. 330 миллилитров. Называется он, если я не ошибаюсь, Гоуэлл, да? А, Гоуэлл, типа, ну, поняли, да? В общем, вот из этого, вот этого Бробери, как они называются? Блобери, Блобери, вот, вот из этих Блобери. Вот так вот, на Площади Свободы нахожусь. Подошел ко мне только что очередной свидетель. Я сначала подумал, что это свидетель Иеговы, но оказался свидетель Кришны. Вот, подарил мне сначала книгу на русском языке и также вот офис. Приходи, говорит. В общем, мы там собираемся, да, разные у нас темы. Темы обсуждаем, в том числе и философские, да, в том числе и за жизнь. Вот, я ему говорю, ты знаешь, на русском, кстати, немного разговаривает, сам Фин. Чуть-чуть говорит по-русски, говорю. Вот, я говорю, ты знаешь, говорю, у меня настолько... Я-то могу прийти в вашу богадельню, говорю, но у меня такой, говорю, железобетонный просто иммунитет на все виды манипуляций. Вот, если бы ты был знаком с моим искусством, говорю, с Патчанго искусством, да, ты бы все понял. Вот, показал ему, ну, кепку свою показал, корону свою, где смотреть. Правда, говорю, на русском языке вряд ли поймешь, но если будет интересно, то... Сейчас я пройду эту таможню. Вот, если, говорю, интересно будет, переходи, но на русском у меня канал. Я ему объясняю, у меня, говорю, настолько железобетонный иммунитет на все виды манипуляций, что вряд ли мое присутствие в вашей вот этой богадельне, куда ты меня зовешь, говорю, будет для вас нормальным, скажем так, да. Кроме этого, у меня, говорю, свой приход, говорю, своя паства. Вот, правда, у меня не свидетели, а очевидцы. Вот, а это, говорю, большая разница, как говорят, в одном портовом городе. Не стал ему дальше объяснять. В конечном итоге попросил у меня свою книгу обратно, понял, что это нулевая инвестиция, и ушел. Вот, а мы же сейчас попали на вот эту ярмарку, я так понимаю, что здесь происходит, я не до конца пойму, но я знаю одно то, что вот это, смотрите, это тайские флаги висят. Помните, когда я проживал в Таиланде, вот там тоже висели вот такие флаги. Я так понимаю, что здесь какая-то или тайская, или просто азиатская, или в этом вроде направлении, скажем так, вечериночка сегодня, да, идет полным ходом. Вообще на этой площади каждый день проходят какие-то мероприятия, концерты. И сегодня здесь именно вот, ну, по крайней мере, то, что я вижу, не знаю, сейчас давайте мы с вами пройдемся, покажу вам. Пахдоне, пахдоне. Пахдоне, покажу вам, что же здесь происходит. Видите, везде тайские флаги, то есть серьезная тайская вечеринка здесь. Тут надо отметить особое отношение шведов к Таиланду, а если точнее говорить шведов именно мужского пола, к тайкам женского пола особое отношение. Много тайек сюда привозится, шведами привозится, естественно, не просто так, потому что, по их мнению, местные красотки, ну, по крайней мере, если у меня спросить, не соответствуют тем идеалам женщины, скажем так, которые эти шведы хотели бы видеть рядом с собой, поэтому они привозят для себя тайек. Истории там очень много, я сейчас не буду в это все даваться подробности, потому что это отдельная тема, придется тем более кричать. О, видите, массажики, массажики, ой, красота. Давно я тайских массажиков не проходил. Ну, в принципе, они здесь, на самом деле, ну, в каждом районе есть, да, и они предоставляют не только, ну, естественно, не буду объяснять, вы все понимаете. О, смотрите, вот такая здесь вечеринка, вот такой идет концерт, тайский концерт, на самом деле тайский концерт. Видите, а, есть еще, правда, вот эти испанские флаги, то есть немного Испании в этой вечеринке тоже присутствует, но все остальное это в чистом виде Таиланд. Я теперь, кстати, понял, почему этот кришнаид стоял там почти на входе, скажем так, в эту вечеринку, да, то есть люди оттуда идут, и хочешь, не хочешь, они проходят это место, и он их там вылавливает новых адептов, скажем так. Сейчас гуляю вот по этой тайской вечеринке, скажем так, да, посмотрите, цены вам показываю, видите, понятное дело, что здесь цены раз в 10 минимум, наверное, выше, чем это стоило бы в самом Таиланде, но в чем фишка, вот я сейчас здесь гуляю, и мне просто достаточно самих этих запахов, которые здесь стоят, естественно, они близко не соответствуют тем запахам, которые стоят в самом Таиланде, да, потому что здесь, ну, все равно это на другом уровне, но даже этого достаточно, чтобы вспомнить все, что там происходило. Вот просто иду, прогуливаюсь, смотрю на людей, вкушаю, скажем так, вот эти вот запахи, и вспоминаю те старые добрые времена, которые я проживал в Таиланде. Кто смотрел мои старые-старые ролики, тот помнит все, что там тогда происходило, ну, или, по крайней мере, та часть, которую я на тот момент выкладывал, того, что там происходило. Получается, один слом, это все-таки, а нет, вот это чисто уже испанская тема, вот кроме вот этой испанской темы, как уже говорил, все остальное, это здесь Таиланд. Тайский концерт, тайская вечеринка, тайское пиво в том числе, ну, или другие там алкогольные напитки, тайская еда, ну, и что еще? Все, все, кто смотрел все, ко мне на самом деле. Мы сдвигли, все все, все! ПО�еченный thank you! как раз-è, как раз-è, так что, как раз-è! Как раз-è, так, раз-è, как раз-è, вспоминаем тайскую еду видите как все это выглядит на самом деле должен признать одну вещь несмотря на то что я сейчас здесь ничего есть не собираюсь но я не голоден да в таиланде я помню был один салат с кешью кажется он назывался ночью в три часа ночи просто встаешь выходишь на эту улицу и вот он продается среди вот этих крыс среди этой невероятной просто вольни до одновременно жары и вот в этой всей жести маленькой такой тележки понятно дело это не выглядит все как здесь потому что здесь таиланд вот такой ну скажем так рафинированный назовем его тогда то есть такой европейский назовем его тогда то есть понятно дело что здесь нету ни крыс не там знаю не насекомых каких-то в общем все чисто здесь в этом плане вот и там вот выходишь ночью настолько вкусный был этот салат что невозможно было его просто ну скажем так не взять вот выходишь два три часа ночи мало людей а у них же всегда все работает просто всегда все работает вообще никогда не спят от выходишь берешь этот невероятный вкусный салат не знаю правда что там плюс добавлялась это приходилось чем нибудь обязательно заливать чтобы не подцепить непонятно что но факт остается фактом этот салат был шикарный также я помню том ям о этот сказочно удивительный том ям вот на самом деле вкусный кстати кстати да может быть том ям чека и стоит сейчас здесь перекусить посмотрим если какой-нибудь вкусненький том ямчик найдем вот это ведь это что у нас но это больше на какую-то пиццу похоже а нет это блины наверно вот их местные блины и так называемый да я помню они тоже готовили там с бананами да да вот тут раз бананами кажется да видите бананы да 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 это бананы вот в общем все тут есть вот с нателлой с нателлой с нателлой разными этими ягодами до разные ягоды шоколад бананы соусы вот видите вот эти вот соус но и слова конечно родные тук-тук помните тук-тук вот это самый экстремальный вид транспорта тук-тук вот они давно на тук-туке странно что они не предлагают на тук-туке здесь вокруг этого фестивальчики раскатывать ну и конечно фрукты вот я сейчас здесь стою и знаете почему я здесь стою я пришел на запах вот этих фруктов и они настолько вкусные особенно на фоне вот этих других запахов да вот этого жареного здесь стоит просто реально очень вкусный запах вот этого то ли дуриана то ли еще чего-то понятное дело что здесь эти фрукты тоже есть может быть не все но часть фруктов здесь таиланде точнее здесь швеции точно есть другой вопрос что цены у них там я не знаю минимум в 10-20 не знаю в 30 раз выше чем в таиланде то есть они экзотические здесь да там то это обычные фрукты считается набираешь сколько хочешь здесь это экзотический фрукт и по цене они отличаются от обычных там яблок каких-нибудь груш бананов и так далее вот кокосы кокоса видите один кокос стоит 10 евро получается потом вот эти арбузные как они назывались то ли смузи то ли мы в общем вот эти вот напитки видите это я не знаю еще напиток очень странно он выглядит но тоже из чего-то из чего-то там написано из чего эти вот эти фрукты вот я помню в таиланде они были самые прикольные скажем так фрукты типа семечек да то есть выходишь с ними на райончик и как семечки шелкаешь правда они были не только в таиланде помню на канарских островах тоже на деревьях я срывал и ел не удержался я среди всего этого изобилия разных вкусняшек тайских но в конечном итоге все-таки остановился на вот этом манговом смузи там еще были другие варианты этих фруктов в том числе и вот этих так называемых семечек тайских да хотя они не только в таиланде ну по крайней мере я их не только в таиланде пробовал так давайте я сейчас попробую этот манговый смузи что он из себя представляет манговый смузи шикарен единственное он очень жесткий наверное он такими должен быть то есть он не жидкий да в том плане что его хорошенько так приходится тянуть цена его к сожалению я не знаю какая у него цена по крайней мере я не смогу точно озвучить потому что я отдал 100 шведских крон и получил какие-то монетки с дачами вот сколько там он стоит и сколько я обратно получил я считать не стал потому что быстрее хотел вам сделать обзор на этот манговый тайский смузи остальной еды я брать не стал не знаю почему может потому что не голоден может потому что как-то не знаю в общем я понимаю что я вряд ли здесь отравлюсь но вот нету вот этого желания сейчас есть тайскую еду да сами тайцы конечно прекрасные больше всего мне понравилось когда я и сказал могу ли я заплатить наличкой она на меня так посмотрела и так улыбнулась как будто бы вот просто плати наличкой приезжай в талант будь счастлив я сделаю все для того чтобы ты был счастлив главное плати и естественно в том числе и наличкой тоже вот такое у нее было лицо широко улыбающийся красивая кстати да красивая улыбка у нее было и вот она мне вот этот смузи протянула я вот сейчас с удовольствием и у всем кто пьет с ждем еще такая интересная деталь дело в том что здесь нельзя использовать пластмассовые трубочки и вот эти трубочки они из бумажного картонный назовем их тогда в общем эко одним словом ну или по крайней мере типа эко вот и суть в чем напишите там где вы проживаете можно использовать пластмассовые трубочки или тоже нельзя мне же вот эта одна трубочка не подошла в том плане что она закончилась вот она стала уже липнуть скажем так я вообще взял две дополнительные трубочки и до сих пор пью этот смузи потому что этот смузи оказался огромнейшим видите у него 0 5 объем и я думал что он будет такой легонький то есть раз раз и все но он реально оказался огромным понятное дело что за эти деньги там сколько 78 грубо говоря евриков до в таиланде наверное пять таких 10 таких можно взять но здесь за эти деньги я не видел чтобы можно было взять вот столько мангового смузи я думаю что здесь ну половину наверное можно взять в общем не знаю не буду говорить потому что здесь редко можно встретить где продается именно вот прям сейчас выжатый смузи да здесь огромное количество есть вот этих напитков бутылках которые ну как бы свежие назовем это так но именно чтобы прям при тебе как это делается в таиланде прям выжали трубочку вставили и подали такого здесь ну не практикуется будут так говорить оно есть конечно в некоторых местах в малом количестве но не практикуется поэтому объем тайский не слабенький в общем все как в таиланде здесь это было конечно бешеные просто композиция молодой тайской группы не знаю но они не собирают останавливаться о покинул я друзья мои только что таиланд такое ощущение как будто бы я из него реально выехал на улетел с этой страны как будто настолько там атмосфера вот это тайская назовем это так и попал в европу прекрасную чудесную удивительную сказочную европу допиваю свой смузи видите смузи оказался не слабый пить его еще и пить меняются трубочки у меня знак видите какой прикольно типа прыжок в воду говорит да пожалуйста говорит одобряемся лайкос пачангас пачангас это у нас королевский дворец центральный по крайней мере до королевский дворец есть два королевского дворца один я вам старый добрый времена показывал когда я там проживал это центральный королевский дворец и обратите внимание видите флаг это значит что король дома попозже может быть мы к нему и заглянем посмотрим не знаю как вечер дальше пойдет да у нас но главное то что я покинул тайскую вечеринку на самом деле тайская вечеринка была очень даже прикольная я надеюсь вам понравился ее обзор вот другое дело что я уже не вижу смысла там просто оставаться скажем так же надо было знакомиться с тайками да в общем уже в ту сторону уходить вот у меня же сегодня планы скажем это так пуритана халяль на кошерные на поэтому тайскую вечеринку я покинул и что самое интересное я даже почти добил этот смузи и этот смузи вот ко всему тому что я вам до него до этого рассказал он еще и оказался безо льда представляете то есть это в чистом виде чистый смузи был обычно как бывает фокусы вот эти да когда берешь какой-нибудь напиток неважно там тот же смузи к примеру еще что-то и там тебе столько льда накидывает там процентов 90 80 если не все 95 и чуть-чуть вот этого напитка а здесь в чистом виде просто смузи я-то думаю что там еще лед хотя бы но чуть-чуть есть не было льда просто чистоганчик был смузи вот это видите это у нас оперный театр но он сейчас опера точнее опера да ну вот сейчас здесь какие-то реставрационные работы но зачем я сюда иду я иду сюда вот в эту кафешку потому что здесь при опере очень классная кафешечка и я вспомнил просто тот момент что прошлый раз видео кто помнит у меня 12 баксов было на кармане да супер спасибо помните моих супер подписчиков но до того меня унес этот трип скажем так или то самое божественное откровение что я даже позабыл что кофе мне надо было попить точнее не то что позабыл но в общем вы понимаете да уже там было как говорится не до кофе и вот я сейчас об этом вспомнил и думаю пойду-ка я красиво так где-нибудь посижу попью кофе вот закончу в общем да тот скажем так момент из прошлого видео и поэтому я подумал раз уж я все равно нахожусь рядом с этой оперой вот мы сейчас вот в эту оперу и заглянем вот она ведь эту опер я кстати вам про нее тоже когда-то рассказывал в ней короля убили одного из шведских королей а так а куда делась куда все делать вообще вот здесь обычно за наверное уже просто ближе к вечеру дело в общем вот здесь обычно кафешечка очень красивая я здесь нет нет иногда заседаю но сейчас ее нету потому что получается видите королевская опера это вот это у нас королевская опера это типа в париже помните опера я вам показывал вот в общем в этом роде дам то ладно 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 тогда пойдем пить кофе в другое место что делать если получается как получается давайте тогда выйдем пойдемте вот в эту сторону заодно вам чуть-чуть покажу местные красоты и смотрите какое интересно место видите вот это здание это здание местного парламента здесь она называется рейхстаг то есть есть рейхстаг но вы слышали все рейхстаг что такое вам это знакомо потому что это и берлине находится о смотрите сюда мне кажется вот сюда вот можно зарулить сейчас мы попробуем точно не буду говорить сейчас куда-нибудь мы в красивое место сядем потому что кофе надо обязательно естественно попить чтобы вообще ни одной мысли не возникло что пачанга империи может быть какая-то коррупция вот смотрите сюда посмотрите я вам какие вещи вообще показываю просто вот кто вам еще покажет вот такой город стагуни смотрите поймал поймал или не поймал ну давай 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 тени рыбочку тени сейчас золотая рыбка оттуда будет тем более это же на острове ну что там видите золотая рыбка нет есть там что-нибудь или нету что там где там что-то я ничего не вижу может быть может она невидимая какая-нибудь рыбка в шапке невидимки не знаю я не вижу лично рыбки вижу что он что-то там тянет рыба я никакой не вижу вы видите нет тоже не видите же правильно короче рыба нету вот не везет мне в картах повезет в любви как говорится даже на этом острове так давайте показываем а смотрите это остров в чем прикол этого острова у этого острова только одно здание только одно здание а вот он не останавливается так просто он как герой семенгуэй а вот видите он закинул 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 он ее и возможно сейчас что-нибудь даже и поймает возможно не знаю в общем не будем мы ждать если поймает мы это увидим если нет то нет вот этот остров видите этот остров состоит из одного только здания смотрите как этот остров устроен то есть вон там проход на него идет да это в принципе как в париже помните я вам показывал самый центр парижа где латинский квартал место и этот собор парижской богоматери стоит вот видите мост идет вот через этот мост на него можно попасть и то же самое этот мост как бы на той стороне вот за этим зданием то есть принципе весь остров это вот это одно здание все больше на этом острове ничего нету и что на этом острове то что это за здание все правильно это местный парламент то есть их рейхсдаг он у них называется да то есть в германии рейхстаг а здесь он называется рейхсдаг вот здесь вот заседают депутаты заседают местные я уже не разу вам говорил что вы можете спокойно зайти смотрите сюда вот видите оушен бас давайте поприветствуем оушен бас поприветствуем капитана пачангас пачангас короче они здесь ходят по центру города ну и не только по центру они туда дальше уезжают я вам даже показывал как-то катался на этом оушен басе только не могу вспомнить что с этими видео произошло у меня такое ощущение что я что будто бы заливал ну вот не знаю я было это дело или не было это дело как бы там не было прикольная экскурсия но два раза на ней кататься смысла я не вижу один раз я на ней прокатился он вот так вот видите по городу идет 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 там он нормально так круг нарезает туда дальше далеко в общем едет потом он воду окунается и по воде он уже идет потом он вновь попадает вверх и возвращается на базу скажем так вот так смотрите сюда давайте мы все-таки за рулем в эту кафешку я так думаю что интересно кафешка тем более что я здесь ни разу в этой кафешке кофе не пил здесь то вот это оперная кафешка здесь я частенько заседает а на самом деле очень красиво просто реально очень красиво но как видите сейчас закрыто так вот здесь у нас лифт даже есть поэтому я думаю мы сейчас воспользуемся этим люфтом и смотрите сюда здесь рейхстаг да рейхстаг точнее как уже сказал любой желающий может зайти поприсутствовать о чем же эти депутаты там болтают да какие же они там решения принимают вот с этой стороны это королевский дворец вот он королевский дворец видите король как уже сказал тоже дома вот такие цветочки здесь красивые в общем все здесь ну красиво красиво как говорится красиво когда красиво да и давайте проверим работает ли этот лифт странно какой-то работает работает по крайней мере должен работать сейчас мы его проверим ну поехали 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 выйти здесь такой иллюминатор такая дизайнерская находка прикольно что они сделали спускаемся пачанга полная мы прибыли здесь навстречают детишечки видите детишечки ребятишечки красота 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 вот здесь вот мы и будем заседать сегодня вот в этой красивой кафешечке смотрите какое место классные да я думаю здесь даже поприятнее чем ну как правда тут мусорки есть в общем сейчас посмотрим что здесь есть здесь так это у нас туалеты это внутренние помещения я так понимаю это вниз видите там по лестнице тоже можно спускаться здесь вот такой красивый садик вот этот гравий это вот этот гравий о котором я говорю видите то есть он как бы нормально ничего он там такого не делает но все равно вот эти маленькие-маленькие так скажем пылиночки на пачанга ходы попадают вот в общем то ничего страшного нету но иногда я обхожу этот гравий как вы сегодня видели но в любом случае я сегодня на него попал так сейчас я вот здесь приземлюсь и мы продолжим наше видео вот так вот в гордом как говорится одиночестве буду заседать размышлять о бытии естественно да хочу уже мне еще размышлять о свободе естественно да а наши величайшей свободной пачанга империи вот в такой вот красоте здесь очень так мило обратите внимание вот как они видите так собираются на лужайке вот это садятся берут себе какие-нибудь напитки вот это все по всему городу ну понятно по разному да вы видели тайскую вечеринку которая у нас здесь буквально вот в пяти минутах проходит и одновременно здесь совсем уже другая обстановка туда пройдешь ну я пришел да там совсем другая обстановка да в общем вот такой город да такая вот я именно вот атмосферу пытаюсь передать его чтобы более так скажем насыщенно вы прочувствовали это величайшее путешествие моё всех времен и народов ваше здоровье мои граждане в солнечную калифорнию естественно да несмотря на то что многие сомневаются куда же мы двигаемся мы двигаемся все туда же солнечную калифорнию просто путь у нас такой видите извилистый своеобразный ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Субтитры создавал DimaTorzok